Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Первая республиканская музыкальная школа, ныне детская школа искусств номер 2 города Якутска, была создана в трудные 40-е годы, когда война еще не закончилась. Но даже это обстоятельство не стало преградой для того, чтобы с талантливыми детьми со всей республики начали заниматься педагоги. Сегодня школа располагается в просторном новом трехэтажном здании, в котором есть два концертных зала, два хореографических и один хоровой зал, библиотека, где созданы все условия для успешного обучения воспитанников. А сегодня их более трехсот. На днях учащиеся детской школы искусств вернулись из Сочи, где проходили обучение в образовательном центре «Сириус», который, как мы знаем, создан по инициативе президента страны Владимира Путина. Чему они смогли научиться за время смены? А это 24 дня. Какие педагоги проводили с ними обучение? Что им и педагогам запомнилось больше всего? Узнаем об этом сегодня из нашего разговора. Для этого мы пригласили в студию прямого эфира преподавателя, отличника культуры нашей республики, Римму Моисеевну Григорьеву. Добрый день. Добрый день. Лауреата международных конкурсов, концертмейстера Дорофея Михайловича Савинова. Добрый день. И директора детской школы искусств, отличника культуры нашей республики, Сергея Накентьевича Лебедева. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, вы можете звонить и задавать свои вопросы. А мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Раисе Моисеевне. Давайте расскажем, что это за образовательный центр «Сириус» и в чем его особенности. И, кстати, вчера, насколько я знаю, он отметил свой день рождения. Добрый день, жители республики. В ноябре, с 1 ноября по 24 ноября мы с Дорофеем Михайловичем в количестве 11 учащихся ДШИ, 2 детской школы искусств, мы обучались в образовательном центре «Сириус» города Сочи. Там в месяц обучались 600 детей по трем направлениям – наука, искусство и спорт. Дети собирались со всех уголков нашей страны. И они дети, которые проявили себя в науке, искусстве и спорте. Нас обучали наше направление хореография. Мы занимались в балетном зале. А балетный зал находится не в самом «Сириусе», а в другом здании. Это здание сейчас называется «Парк науки и искусства». А во время Олимпиады вот это здание, такое огромнейшее здание, как вот по площади, как наш аэропорт, там был Олимпийский медиа-центр. Но сейчас там занимаются дети. Называется «Парк науки и искусства». В этом парке имеется три балетных зала. И там занимались не только мы, обучались. Там обучались дети тоже детской школы искусств. Суфы, Самары, Сургута и Набережной Челны. Обучали нас такие выдающиеся, как бы сказать, такие титулованные, такие знаменитые, такие преподаватели. Это солисты Большого театра Московской государственной академии хореографии, академии русского балета Вагановой. И была одна гимнастка, мастер спорта Белугина. Кстати, она к нам приезжала в «Дети Азии», поэтому она очень хорошо нашла сразу общий язык с нашими детьми. Конечно, дети в начале наши были немножко стеснялись, как-то не по привычке, да? Но в течение месяца в основном они дали классический танец, да? Классический танец, как бы, это основа основ. Там очень много нюансов. А преподаватели и учили так, чтобы такие нюансы им, они показали такую хорошую школу, в каком движении, какие мышцы и как должны работать. И этим методом они как-то сумели раскрыть наших детей. В конце наши дети стали какими-то вот раскрепощенными, да? И хочется сказать, что мы тоже там дали уроки, да? Дорофей Михайлович, концертмейстер. Я вот в начале их увидела, и в конце наши дети совсем преобразились. Совсем другие дети стали, да? Хорошо, мы об этом чуть подробнее попозже поговорим. А сейчас я хотела бы задать вопрос Сергею Иннокентиевичу. Вообще, расскажите, пожалуйста, как стала возможна такая поездка, да? Насколько я знаю, всё-таки этот центр работает с профессиональными учебными заведениями. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, да, телезрители. Да, вот на самом деле, вот то, что мы съездили в творческую школу, да, в образовательный центр «Сириус», это, конечно, является вот для системы нашего дополнительного образования нашей республики вообще своего рода прорывом. Потому что из числа обучающихся детских школ искусств республики ещё пока ни одна школа из нас не принимала участия. Ну, как стало возможно? Я этот центр знаю давно. У меня там обучались учащиеся из высшей школы музыки, которые тоже проходили экспертное заключение, получили, да, и съездили, это Александр Тумусов, Тимофей Симоненко, вот два моих ученика. Тоже, вот как Римма Моисеевна сказала, пришли абсолютно другими людьми, людьми свободными, очень заинтересованными, прямо влились в профессию, и вот они сейчас в профессии. Александр Тумусов обучается в Московской государственной консерватории, а Тимофей Симоненко также вот очень успешно продолжает обучение в высшем звене высшей школы музыки нашей республики. И вот в июне месяце мы подали заявки, я говорю, обязательно сказал, что мы примем в этом участие. Ничего страшного не пройдём, так будет опытом, не всегда, как бы результат должен быть такой положительный и правильно. И нам пришло вот из тех заявок, которые мы отправили, 11 одобренных, как бы приглашения, одобренные заявки. Ну это действительно здорово, потому что 11 человек это много для нашего региона. И вот вы говорите, что за эту смену 24 дня дети смогли преобразиться, они, можно сказать, поднялись на ступеньку выше, да? Вот расскажите, каким образом вообще проходили занятия, да? Ну вот то, что я заметила, да, учащиеся приобрели базовые грации и пластичности, да? И они даже как-то выросли, и в то же время они как-то укрепили своё здоровье, да? У нас, если там девочки болели, они уже как-то там преобразились, и куда-то вот это всё, эта болезнь как бы у них прошла. Причём как физически, так и психически, да? Психологически. Ну, психологически, да? Ну, психологически, так. Ага. И как бы вот хореография, да, корректирует характер детей, да? Они стали уверенными в себе. Таница раскрывает потом. Ага, они стали уверенными в себе и в своей силе. Как бы они стали более, как-то, как сказать... Получили хорошую профессиональную базу, да? Базу, базу, вот я этого хотела сказать. Именно вот такую базу получили. И вот то, что вложили преподаватели, вот, Сириуса, да, балетный, нашего отделения, да, это как бы для нас бесценный опыт для нашей учёбы и для нашей работы. Для меня тоже. Мы тоже там всё время с восьми до часу мы с ними тоже вместе занимались, с нашими детьми. Ага. Дорофей Михайлович. Дорофей Михайлович, расскажите, пожалуйста, вот вообще, как проходили занятия, каким образом вот вы, ну, находили взаимодействие, да, с ребятами, с которыми вот поехали? Ага. Расписание у детей было вот 50-25, то есть 50% это занятия хореографией только. А 25% это общеобразовательные предметы, это математика, русский язык и 25% это спорт. Это наша кафедра, ну, типа хореографии. То есть с 9 часов утра мы начинали занятия и до обеда, до часу. Потом после обеда опять же вот эти предметы, вечером спорт и отдых. Работа концертмейстера была для меня большим, стало опытом, так как во время даже студенчества нас не учили. Ну, как не учили, у нас был предмет камерный ансамбль, концертмейстерство. Да, у нас учила Лариса Сульмановна Спиридонова. Камерный ансамбль это мы играем с другими инструментами, как кларнет, велончель, скрипка. А концертмейстерство к нам приезжала, пела Ирина Григорьевна Чичкова из солистка театра опера-балета. Ну, в общем, с хореографическим направлением мы не влезли. Да, да, да. И вот я как пианист очень прекрасно понимаю Дорофея Михайловича, да. И я специально говорю, Дорофей Михайлович, надо съездить, получить очень хороший опыт, новый опыт, да. И вот придёте и расскажете. Вот, собственно, вот Дорофей Михайлович нас теперь обучает вот именно вот в хореографическом направлении. Хорошо, ну, эта работа, мне кажется, несколько специфична, да. Получается, что музыканты задают вообще правильный тон, правильный темп, да, настроение исполнителя либо танцев, либо песен. Очень ответственная работа. Отличается от всё-таки инструментальной игры, потому что, когда мы играем с другими инструментами, там, делаешь ретанута, замедление, ускорение. А в танцах такого нет, оказывается. Ну да, специфика другая, другая специфика. Раз, два, раз, два, никуда не выходишь оттуда. Задает темп педагог, говорит медленно, быстро, и всё, оттуда никуда не выходишь. И перед этим всегда надо играть в вступление, оказывается. Ну, как удавалось находить общий язык вот именно с ребятами, да, наверное, вам передавалось их волнение и так далее? Потому что каждые два урока к нам приезжали другие педагоги из Большого театра. Ну, вот видите, каждый раз приходилось подстраиваться под нового педагога. Привыкаешь к новому педагогу и сразу уже меняется. Ты думаешь, уже всё, я хорошо играю, и на завтра уже другой педагог и другие требования. С детьми сидишь и выполняешь вот. Хорошо, я знаю, что в центре «Сириус» есть очень большой зал, где по итогам обучения наши ребята выступали на сцене. Что вы хотите сказать об этом выступлении? Как они себя показали? Ага. Ну, репетировали тоже педагоги, вот «Сириусы», да? Мы вступали в этом же здании науки и искусства. Там есть огромнейший зал, огромнейшая сцена. Но там всё время, целую неделю дети репетировали прямо на этой сцене. И они очень грамотно подстраивают детей. Они сами репетировали. И где, где авансина, где вот кулисы, где, как должен там ходить, что он там на сцене делает, и где должен он... До малейшего. Вот у них такое прямо, как сказать, нюансы какие-то. Иногда вот бывает, что мы не обращаем на какие-то нюансы, да? Они даже вот, как они завязывают там эти фартуки, где вот они танцевали крестьянский браналь. Как они должны надеть эти шапки, как они вот фарту должны подавать, как они носочек должны подавать. Вот всё им объясняют. То есть успех и образ складываются из мелочей. Да, да, из мелочей. Я вот это хочу... Внимание к деталям, да? Хорошо. Об этом мы говорим чуть подробнее во второй части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Учащиеся детской школы искусств номер 2 города Якутска вернулись на днях из Сочи, где проходили обучение в образовательном центре «Сириус», который, как мы знаем, создан по инициативе президента страны Владимира Путина. Чему они смогли научиться за время смены, а это 24 дня. Какие педагоги проводили для них обучение, что им и учителям запомнилось больше всего. Итак, напомню, что гости нашей студии сегодня преподаватели детской школы искусств номер 2 города Якутска и учащаяся Диана Анискина. Добрый день. Здравствуйте. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале МВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, Диана, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как давно ты учишься в детской школе искусств? Ну, моя фамилия Нискана, Диана Ярославовна. В Дэши я занимаюсь уже как 6 лет, с первого класса, как в начальной своеобразовательной школе. Как давно занимаешься вообще танцами? С танцами я занимаюсь с 4-х годов. С 4-х лет? Да. Ну, танцы как бы с детства еще я, ну, то есть прям так занималась, и даже продолжаю. То есть нету такого пути, чтобы как-то от них отстраниться или что-то такое. Это увлечение на всю жизнь, можно сказать, да? Поделись, пожалуйста, впечатлениями о поездке. Что тебе запомнилось больше всего? С кем ты там познакомилась? Из каких городов были ребята? Ну, в поездке было много таких моментов запоминающихся, и невозможно выделить что-то единое. То есть там каждый день был какой-то новый, что-то новое впечатление, новые знакомства, новые знания какие-то. Сама поездка вообще дала много таких прям эмоций. Познакомились с разными детьми из разных регионов. То есть в направлении танца у нас было пять коллективов. Это вот мы с Якутией, потом Сургут, набережные Челны, Самара. Вот. Ну, вот так вот. Так, мы там занимались танцами, то есть, ну, вот профильные занятия у нас были. Они были с раннего утра до обеда, потом у нас были как учения, ну, учёба там. И дальше было свободное время, но свободное время мы когда-как. Ну, то есть иногда мы гуляли, ходили, то есть по большой территории Сириуса. Иногда мы собирались со своей командой, со своим коллективом, все вместе, играли в различные игры. То есть иногда даже другие команды, они собирались в большом кругу, играли на гитаре вечерние песни. Ну, и мы тоже к ним присоединялись, ну, присоединялись и также с ними весело проводили время. Ну, за это время ты, наверное, сумела подружиться с ребятами из других городов, какие-то завязались знакомства, общения. После поездки продолжаете переписываться, может быть? Да, продолжаем. В соцсетях, да? Да. Хорошо. Пожалуйста, поделись воспоминаниями о выступлении на большой сцене, да? Вот говорили, что было очень много нюансов, вас учили, как именно держать себя на сцене, да, как её чувствовать. Да. Ну, на сцене хотелось проявить себя уже не так, как мы приехали вначале, как-то там такие замкнутые в себе, а на сцене хотелось прям как-то раскрыться, то есть показать всю свою уверенность, все свои навыки выступления на сцене, вот полностью свой талант проявить. Я считаю, у нас это всё получилось, потому что даже в начале, когда мы только выбегали на сцену, нам начали аплодировать. И, ну... Тепло приняло, да, публика? Да. Публике понравилось наше выступление, они были в восторге. Хорошо, действительно, это здорово. А вообще я хотела бы узнать, что тебе даёт хореография? И ты собираешься, наверное, связать с ней свою будущую профессию? Ну, хотелось бы стать также педагогом по хореографии. Вообще хореография как-то оно такое прям, ну, это искусство считается как искусство, то есть у нас даже и там было направление не просто спорт, а прямо искусство, вот. Оно как-то даёт себя проявить с другой стороны, то есть ты работаешь над своим телом, ты стараешься, ты работаешь в первую очередь над собой, ты пытаешься показать себя, правда, с лучшей стороны, и показать свои умения, то, что вот я могу, то есть я, ну, я могу заниматься танцами. То есть не просто занятия танцами, как вот вы здесь занимались, а какие-то у вас сложились, можно сказать, общие, наверное, да, какие-то направления, чтобы заниматься хореографией не только через танцы, но ещё через спорт, через умение подать себя и так далее. То есть это получился целый комплекс, да? Ага. Римма Моисеевна, а вообще как влияют на ваших учащихся танцы? Вот что вы видите, что происходит с детьми со временем? Дети, вот как Диана рассказала, да, сейчас, она сказала, сейчас вначале они были какие-то скованные, да, а потом им, так, это правда, что как наши дети вышли, и весь зал аплодировал, они раскрылись. Я сама это почувствовала, в конце мы с вами, Торофею Михайловичем вели урок, я там уже почувствовала, что мои дети совсем другие стали. Если вначале я когда учила, совсем другие были, а сейчас совсем другие. Они, я же вот ещё раз хочу повторить, да, вот профессионалы высокого класса, наши педагоги смогли раскрыть наших детей. Наши дети начали правильно двигаться и чувствовать, и слушать музыку, они как-то вот это умеют. Они не кричат, не настаивают, ничего не... У них уровень очень высокий, менталитет очень высокий, подход такой культурный, такая атмосфера, такая культура. Прямо ты находишься в каком-то вот, я не знаю, но вдохновение, да, постоянное вдохновение. Нас обучали 10 педагогов, и того, 10 педагогов. И ещё я забыла сказать, что в это время к нам приезжала Светлана Юрьевна Захарова, прима-балерина Большого театра. Ну, как здорово. Да, она оказывается является учредителем фонда «Талант и успех». И она прямо сфотографировала с нашими детками, да, и провела вот педагогами круглый стол. И как она вот рассказывает, как она... Ничего она вот такого не рассказывает, но ты сидишь и прямо слушаешь, и всё питываешь, и вдохновляешься. Как бы вот их профессионализм, да, вот слушая даже их, как бы у меня лично, да, вот всё заряжается. Это как бы энергия наполняется, какая-то эмоция. Прямо хочется встать, прямо что-то хочется делать. Они как бы человека наполняют эмоцией и энергией. Вот чисто профессионалы вот умеют это делать. Вот это, мне кажется, это профессионализм. Уметь раскрыть детей. На сцене большой что вы исполняли? Мы исполняли наш танец, который подготовили здесь. Мы его привезли туда с собой и отрабатывали там с педагогами. Ну, не педагогами, а прим Большого театра. Вот. И мы танцевали Бранель танец. Крестьянский, да? Да, Крестьянский Бранель. Вот. Ну, он такой позитивный танец, такой быстрый, энергичный. Вот они в костюмах, да? То есть уже заряд вы подали своим выступлением, да? Да. Хорошо, вот после этой поездки какие у тебя чувства остались? Вот действительно заряд что-то даёт? Вдохновение, новую энергию, заряд? Да, то есть появилось желание на что-то большее, то есть тебе прям охота раскрывать какие-то знания ещё больше, то есть там... Заряжает как-то. Да, то есть там мы посмотрели очень много новых каких-то движений по хореографии, то есть те, которые мы ещё даже здесь не проходили. И это так прям всё настолько прям так заряжает тебя, потому что тебе охота ещё и ещё больше. В первое время тебе там кажется, что как я это сделаю, как что, а потом уже всё нормально, ты привыкаешь к этому. Там у нас, получается, каждые два дня менялись преподаватели, и каждый раз тебе прям интересно становилось, вот что сейчас будет, вот что в этот момент, вот. И как-то... Стимул на развитие был. Да, стимул прям, вот. Вот. И с коллективом мы прям стали как родные друг другу за это время, прям как сёстры. Не захотелось, да? Да, не захотелось. Приезжать. Они не захотели сюда приезжать. Хотели ещё остаться на счёт. Ещё на год хотели остаться. Хорошо, Римма Моисеевна. Вот какие задумки, может быть, или какие-то планы, связанные с этой поездкой у вас появились? Ой, да, ещё как, ещё как. У меня вдохновение такое, прямо они наполнили меня такой энергией, эмоцией. Я хочу вот то, что впитывала я от них, всё, всё, каждое слово внимательно слушала. Я даже им вопросов во время урока вставала и спрашивала, вот это движение, как это делается? Например, мы так делаем, мы так делаем. Они очень хорошо это всё объясняют. Я всё то, что, я всё записала, то, что я им должна задавать, какие у меня больные вопросы, как мы должны обучаться и как мы должны детей обучать, как их... Вот то, что больное было у нас, да, вот здесь то, что нам это нужно, я всё спросила и всё узнала, всё записывала, всё у меня тут. И, конечно, это то, что мы побывали, обучали в Сирусе, это незабываемые дни нашей жизни, вообще жизни, да. И мы в связи с этим хотим поблагодарить администрации нашей школы, что предоставили нам такую возможность обучаться прямо таким... Ну, я уже словами даже не могу описать всё это, но у меня тут всё есть в голове. Но мы видим благодарственные письма, да, сертификаты, которые вы получили, да, по итогам обучения, Диана. Вам дали сертификат, да, о том, что вы прошли обучение, хорошо. А это что за благодарственные письма? Это благодарственные письма нам, конечно, потому что мы тоже обучались там, тоже с детьми. Каждый день в Сирусе мы выезжали в парк науки и искусства, вот огромное здание такое, прямо туда зайдёшь, и прямо такое, там три балетных сала. И там обучались до часу. Каждый день педагоги менялись, 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 менялись. Десять преподавателей нас обучали, и того. Спасибо. Можно сказать, что Сирус — это, наверное, кузница талантов. Кузница талантов. И там приезжают такие дети, да, которые проявили себя в искусстве, науке, да, и спорте. И прямо в коридоре ходят, идут дети, и все здороваются. Я даже не знаю, вот этих детей, они прямо вот все-все здороваются со мной. Например, атмосфера такая, ну, я же говорю, вот менталитет, уровень такой совсем. Да, высокий уровень культуры общий, да, у детей. Даже вот стоишь на лифте, да, когда ты подходишь, все отошли. В первую очередь ты должна зайти. Я так удивилась, там спортсмены, хоккеисты стояли, но подростки, они очень высокие. Прямо 14 лет и двухметровые все стоят. Как я подошла, все, все отошли. Я думаю, куда они пошли-то. Оказывается, они меня пускают. Меня пускают, ну, как какой-то вот такой, прямо все доброжелательные такие, культурные. Девочки, конечно, очень многому научились. Даже вот элементарным вещам они научились, как себя надо вести, как надо себя подать, как надо разговаривать с педагогами, да. У них культура, везде культура, культура, культура. Вот даже вот просто вот заходишь в класс и обязательно ты должна здороваться. Бывает у нас то, что дети не здороваются, да. По школе идешь, и никто не здоровает. Хорошо, дорогие друзья, мы продолжим разговор о детской школе искусств после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня гости нашей студии, директор и преподаватель детской школы искусств номер 2 города Якутска. И сегодня мы говорим о поездке в образовательный центр «Сириус». В течение 24 дней учащиеся и преподаватели проходили там обучение. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, мне хотелось бы задать вопрос Дорофию Михайловичу. А вот что по итогам поездки вы вынесли для себя? Вы уже приобрели опыт работы концертмейстера с танцевальным коллективом. Что еще? Большой опыт именно в работе как с хореографами, так и с другими инструментами концертмейстера. Это во-первых. Во-вторых, быть терпеливыми, быть мудрее, как концертмейстера. Потому что бывают разные педагоги, надо все понимать и работать с детьми, самое главное. Ну какой-то стимул, не знаю, появился вот после этой поездки. Какие-то, может быть, задумки и так далее. Проекты, может быть, у вас? А проекты пока нет. Надо заниматься. Работать. Работать. В первую очередь работать. Да, заниматься надо. Конечно. Хорошо. Сергей Накиньевич, к вам вопрос. Формат школы искусств требует особого подхода, вот когда под одной крышей уживаются, получается, и музыканты, и танцоры. И вот как здесь уделить внимание каждому направлению, не обидеть никого? Ну, конечно, во-первых, чтобы не обидеть никого, это, конечно, очень надо любить детей. У нас преподаватели все этим отличаются, да. Вот они, вот я смотрю, у нас тоже в школе очень хорошая атмосфера, на самом деле. Мы всех детей встречаем с улыбкой, провожаем с улыбкой, да. Всегда мы очень-очень тепло с ними, стараемся во всяком случае разговаривать очень искренне, да. Потому что искусство не любит какой-то такой лжи, какой-то вот непонятливости какой-то, да. Все четко, понятно, и отношение к человеку должно быть. Поэтому вот не зря же говорят, что закончив музыкальную школу, детскую школу искусств, да, ребенок вот одухотворяется больше, да. И вот выходит таким очень гармонично развитым человеком, гармонично развитой личностью. Ну, действительно, сегодня деятельность школы искусств выходит за рамки, можно сказать, обычного преподавания. Она пропагандирует среди подрастающего поколения не только культурные ценности, но и здоровый образ жизни, насколько я знаю, да. Патриотизм, формирует стремление детей, да. Ну, есть, наверное, какие-то свои наработанные методы, практики у преподавателей. Конечно, у нас преподаватели тоже очень часто, постоянно, можно сказать, повышают свою квалификацию, да, постоянно ходят на курсы повышения квалификации, на семинары, участвуют в педагогических чтениях. Конечно, получают все новое, инновационное и внедряют уже в работе вот со своими учащимися. И потом, конечно, вот все поддерживается. Какие творческие коллективы у вас работают в детской школе искусств? Творческих коллективов много, и на том эфире, когда я уже был здесь в гостях, да, я об этом говорил. Их очень много, я их перечислять сейчас не буду, их больше десяти творческих коллективов в нашей школе работает. Не только детских, но и взрослых. Да, есть преподавательские тоже творческие коллективы. Каково, на ваш взгляд, вот главное достижение детской школы искусств в этом году? Давайте коротко подведем итоги года. Этот год для нас, да, прошел. Большая работа. Да, действительно серьезный очень был год, очень плодотворный. Да, во-первых, конечно, год начался с подготовки к первому международному конкурсу пианистов имени Марка Николаевича Жиркова, который в апреле месяце прошел у нас в городе Москве в стенах Московской государственной консерватории. И вот где наша ученица фортепианного отделения Сарглана Гуголева вот завоевала диплом, завоевала звание дипломанта. Я тоже ездил на этот конкурс, у меня тоже ученик участвовал. Мы тоже вот стали вот участниками вот такого-то нового проекта, да, очень серьезного. И также, конечно, вот очень серьезная наша победа была в августе месяце, когда учащийся народного отделения Терентьева Саяна стала обладателем тоже звания дипломанта конкурса, всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Тоже это серьезные конкурсы, тоже, где принимают очень серьезные и талантливые учащиеся со всех музыкальных школ, ну, вообще в России. И, конечно, вот, собственно, «Сириус» — это вот три вот таких очень важных наших достижения, да, которые вот обязательно мы должны обозначить. И вот «Сириус», конечно, нам тоже дал такой очень серьезный такой вот... Столчок. Столчок вперед, конечно. И мы этим очень, на самом деле, горды. Кроме того, конечно, у нас конкурсов очень много. Мы постоянно участвуем в городских, постоянно участвуем в республиканских конкурсах. В данное время у нас идет подготовка к участию, к межрегиональному конкурсу молодых исполнителей, ну, именно Якутии, да, все номинации, во всех номинациях. Ну, не во всех, но во многих номинациях мы примем участие, да, в этом конкурсе. И я надеюсь, что и здесь мы тоже обязательно выйдем со званиями лауреатов и дипломантов. Ну и кроме того, я знаю, что ваши ребята принимают активное участие в концертах, выступают в многих предприятиях, организациях, да. То есть здесь они уже какой-то получают опыт для публичных выступлений и так далее. Да, конечно, конечно. У нас вообще вот в школе искусств у нас практикоориентированный учебный процесс. Все равно результат нашей деятельности, он заканчивается выступлением на сцене, да. Поэтому любое выступление, любая возможность, мы за этим гонимся, так сказать, да. Всегда мы прямо звоним, говорим, приглашайте нас, да, нам надо играть. И также, если к нам с просьбой обращаются, мы всегда положительно рассматриваем. То есть выучки ребенка не боятся сцен. Не боятся ни в коем случае. Мы раскрываем детей. Мы выращиваем же таких конкурентоспособных исполнителей. Ну и кроме того, я знаю, что вы активно работаете с регионами нашей страны. Вот чем обусловлен такой интерес и каков итог этой работы? Да, мы с регионами начали работать, потому что, опять же, пандемия с 2020 года в уши во всем мире. И она, конечно, научила нас многому, да. Мы освоили новые технологии, да, инновационные какие-то методы работы, цифровизация полностью, да. Вот. И, конечно, мы уже вот в декабре месяце прошлого года провели очень серьезный концерт с городом Красноярском. Назывался он «Размышления на берегах Лены и Енисея». Мы его так назвали. Очень тепло было принято публикой что с Красноярской стороны, что с нашей стороны, жителей нашей республики, города, да, которые на YouTube-канале все это наблюдали, смотрели. Очень хороший получился концерт, для нас это тоже новый опыт. Также, конечно, мы работаем в методическом плане тоже, да, вот. С мирным, городом мирным мы должны провести педагогический семинар. Вот должен был он пройти в ноябре месяце, но, опять же, были ограничения, да, вот. Мы вынуждены были сидеть на дистанционном обучении. Потом и пока вот мы отодвинули. Ну, в январе проведем обязательно. Также у нас состоится пресс-конференция в режиме, ну, так мы его называем, да, творческая встреча с Татарстаном. Город Казань, детская школа искусства номер 17 имени Саидышева. Вот, тоже изъявилось желание с нами, вот, как бы установить такие творческие связи, да. Потом обязательно мы с ними проведем вот такую пресс-конференцию. Мы расскажем о своей истории музыкального образования, а не о своей, да, вот, как бы, вот такое взаимодействие двух республик, да, Татарская и Якутская. Я думаю, тоже очень интересный такой проект будет. В общем, у нас на следующий год планов очень много, вот, можно говорить об этом долго, да. Хорошо, я думаю, что многих родителей интересует вопрос о зачислении детей в конкурсе для того, чтобы попасть в детскую школу искусства. Да, это очень хороший вопрос и главный вопрос, которому мы, конечно, очень серьезное внимание уделяем, да. Прием заявок, конечно, мы начинаем осуществлять еще в мае месяце, да. Раньше, если мы делали набор на новый учебный год в мае месяце, то в последние два года уже в связи с ограничениями, опять же, с пандемией, да, мы набор делаем в августе. Поэтому и в этом году заявок на поступление было, заявлений поступило очень много, это 789 на 37 бюджетных мест. Да, было, конечно, очень много жалоб, очень много просьб, но как-то такая хорошая новая школа, да, и всего 313 дается по муниципальному заданию мест на бюджетное обучение. И, конечно, мы, чтобы поддержать наших горожан, удовлетворить, чтобы их потребности, да, вот к получению вот такого дополнительного образования в области искусств, мы, конечно, решились поработать и собрать необходимое количество документов, пройти процедуру согласования окружной администрации, департамента экономики, департамента финансов, и мы открыли внебюджетное отделение. И сейчас уже с 1 ноября оно очень активно, очень результативно, очень, ну, она как бы оправдала свои надежды, да, и вот сейчас на внебюджетном отделении около 60 детей дополнительно обучаются, прекрасно причем, очень заинтересованно, они прямо, ну, кто платит деньги, конечно, действительно, поистине заинтересованные оказались, и это очень здорово. Поэтому мы ждем, кто еще, может, желает, кто, может, еще не знает о нашей такой услуге, наши двери открыты, мы готовы обучать очень большое количество детей, у нас в школе все для этого возможности есть. Ну, и в завершении нашего разговора хотелось бы дать вам возможность поздравить, может быть, своих коллег, своих учащихся, их родителей с наступающими новогодними. Да, конечно, уважаемые жители республики, нашего любимого города Якутска, поздравляем вас от имени нашей школы, от имени детской школы искусств номер 2 города Якутска, с наступающими новогодними праздниками, да. Хочется пожелать, чтобы этот Новый год принес там всем самое главное крепкое здоровье, да, чтобы никто не болел, чтобы ребятишки во всех домах улыбались, да, чтобы было всем тепло. Вот, а мы будем в свою очередь, что будем делать, пожалуйста, пожелать. Пожелание Нового года, да. Чтобы, скорее, эта пандемия закончилась, чтобы не болели люди, чтобы дети нормально учились, посещали занятия. Это очень... И приносили вам успех. И приносили нам успех. Дорогие друзья, это была программа Якутска сегодня. Всего вам самого доброго и до свидания.